итак мы хотим помнить хотим помнить конструкцию руки да то есть конструкция руки ну давайте с простого такого да это у нас скажем это у нас с вами ну что-то призмы как бы да типа призма но мы так с торца но с ребра смотрим на сбоку точнее всего то есть вот практически вот тогда и мы смотрим видим вот эту только грань вот сейчас здесь так большой палец помним вот эту часть пополам делим вот это суставчик вот еще одна призма скажем так тут у нас суставчики идут тут суставчик то косточка и теперь этот суставчик и этот приблизительно на таком же уровне но на одном уровне да и дорисовываем последнюю фалангу дальше пальчики да помним вот это расстояние да это наш призма такой же такой же длины должен быть у нас указательный палец мы его можем делить делить на два то есть вот один цилиндрик и чуть-чуть вот здесь суставчики согнули второй цилиндр и делать вот такую форму мы понимаем что вот эта форма делится на пополам да то есть здесь у нас суставчик здесь у нас да суставчики здесь сустав да то есть одна косточка вторая третья то есть вот мы должны рисуя помнить о конструкции руки вот такой совет да постоянно нужно помнить о конструкции руки теперь вот отсюда идем и рисуем средний пальчик уже немножко согнут больше да чем он немножко длиннее и больше согнут чем это свободно рукавизит здесь у нас наверное вот так должно быть вот дальше то есть вот цилиндрик цилиндрик и цилиндрик ну последние фаланги вот просто нужно вот так рисовать такая форма и все нужно научиться ее сразу вот так рисовать такой вот такую форму ну и дальше мизинчик может быть так то есть вот наша рука которая когда человек просто свободно опустил да и рука у нас просто так висит на расслаблена возле туловища чтобы научиться рисовать кисти рук нужно много практики нужно просто рисовать да просто во первых поскольку мы в принципе сегодня да в этом занятии говорим конечно же о том чтобы рисовать из головой любой позиции там руку данного всего же для того чтобы рисовать как я сказал научиться рисовать да научиться рисовать не буду по ходу рисовать сразу рассказывать то же самое вот даже у нас призма значит что я сказал нужно много практики до чем больше рисуем тем лучше ну и и чтобы научиться рисовать то нужно много срисовывать, нужно исследовать объект рисования. То есть в данном случае кисть руки мы с вами должны исследовать. Поэтому нужно рисовать ее сначала с натуры, либо с фотографией, понять конструкцию, понять анатомию, а потом уже один суставчик, второй суставчик и третий. Вот здесь пальчик согнут, поэтому фаланга ушла туда. Теперь, смотрите, вот у нас вот здесь сустав, одна фаланга, складочка. Фаланга ушла сюда, и там тоже складочка. И вот пальчик. Это мы рисуем так в кулак. В кулачок зажали, да? Вот, рука зажата в кулак. Это большой палец, понимаем, да? Вот так, нарисуем немножко тень, чтобы было понятно, что этот пальчик мы... Ну, он согнут. Вот, поэтому рисуйте, рисуйте чаще. И сначала, конечно же, сначала, сначала, сначала рисуйте, срисовывайте много. Много срисовывайте. Когда много срисовывайте, вы понимаете, как пальчики там крепятся. Даже если вы выучили теорию... Кстати, когда рисуете, например, вот эти пальцы, да? От указательного, ну и до мизинца, то можно их рисовать не на три деля, а на два. То есть, вот одна фаланга, и вот научиться рисовать вторую часть. Хотя мы понимаем, что она делится напополам, да? И особенно, когда мы изучаем руку, то вот эту фалангу нужно научиться рисовать правильно, чтобы ногтик, он был на своем месте, потому что этот большой палец может либо вот в такой позиции, либо он будет, ну, где-то вот здесь, скажем, да? То есть, он переместится сюда. Вот. Поэтому нужно руку изучать. Изучать. Вот, видите, я на два поделил. Вот. Это у нас указательный пальчик. Это у нас средний. Ну и там безымянный. Вот, у нас либо вот так идет, либо пальчик может быть отодвинут сюда. То есть, либо так, либо так. Ну, и сразу же смотрим, да? Сразу же смотрим. Вот суставчик и суставчик здесь. Немножко неправильно, да? Нарисовал. Вот. Поэтому не нужно спешить слишком. Так, болтаю и поэтому. Ну, вот так может быть, да? Правильнее. То есть, длиннее делаем. Вот эту часть делим на два. Одна косточка. Суставчик. Потом, вот этот суставчик приблизительно должен быть на таком же уровне. Ну, понятно, когда пальчик отодвигается, то... он сдвигается. Сустав. Вот. И мы должны много рисовать, изучать кисти рук. Но даже когда рисуем, даже когда рисуем, даже когда рисуем, даже когда рисуем, мы должны что с вами делать? Мы должны понимать конструкцию, стараться понять конструкцию руки, да? То есть, то, чего мы там рисуем. Ну, понятно, да? Рука тоже, тоже сбоку идет. И она у нас тоже сбоку, но уже сжата в кулак. Вот здесь, как бы, со стороны большого пальца, а здесь развернута она, да? Вот большой палец, здесь указательный, безымянный. То есть, нужно много-много рисовать. Когда рисуем, помним, что нам нужно... Нужно стараться понять конструкцию, да? Понять конструкцию. То есть, мы рисуем с вами либо параллелепипед, либо рисуем мы с вами... Так, думаю, как нарисовать. Либо рисуем с вами... Вот так может быть. Пролепим либо призму. Так, помним, вот суставчики. Так, и, может быть, тут пальчик. В эту сторону. И мизинчик, может быть. Так, вот одна фаланга, вторая. И вот так. Вот так, может быть. Ну, вот так характерно. Вот здесь косточка такая, да? Со стороны мизинца, да? Выступает. Вот. И, как я уже сказал, можно, можно, смотрите, как бы делить палец на две части. То есть, вот это одна фаланга, и вот эти две вместе рисовать. Ну, разве что у нас цель нарисовать вот так, да? Мизинчик, вот одна фаланга, вторая и маленькая. Да, ну и, скажем, вот так рисуем. Так, будем снизу смотреть. Так, вот, скажем... Ну, мы говорили о том, что может быть и конус. Пальчик большой отведен сюда. Здесь у нас будут пальчики идти. То есть, снизу на ладошку смотрим. Вот цилиндрик и вот фаланга. Так, и пальчики. То есть, я рисовал только что такие цилиндрики. Видите? Один, второй, третий. И вот нужно научиться рисовать вот эти фаланги. То есть, ну, с этим вот цилиндриками, с этим, да? Проблем особо нету, но когда рисуем вот один цилиндрик, второй и уже вот эту последнюю фалангу, то она у нас вот такой формы. Вот такой формы. Вот. Вот так мы рисуем. То есть, много, много нужно делать разных таких зарисовок. Зарисовок, да? Зарисовок разной сложности. Разной сложности. То есть, я объяснял, да? В первом уроке, как делать построение, да? И сейчас вы наблюдаете, как я это делаю, да? Большой палец рисую. Цилиндрик. То есть, одна косточка, вторая косточка. Здесь у нас суставчик большого пальца, здесь суставчик. И последняя фаланга. Так, ну и и, например, с мизинца я хочу начать. Но у нас вот цилиндрик идет сюда. Вот один цилиндрик. Вот второй цилиндрик. И последняя фаланга. Теперь вот так цилиндрик. вот так цилиндрик идет и фаланга. Последняя. Теперь там еще один цилиндрик. Вот он, да? еще один цилиндрик и фаланга. Последняя. Так, и опять же указательный палец цилиндрик там. Второй цилиндрик и фаланга. то есть я вам показываю, как можно разной сложности кистьюки нарисовать, да? Ну, то есть от самого простого до более сложного. Ну, немножко я величину руки сделал. Поменьше, да? Уменьшил. Ну, разной сложности можно рисовать. руку вот простой до более сложной. вот опять же, да? рука туда показывает вдаль, как бы, да? сверху на нее смотрим. Вот это предплечье и конус. Тут суставчик у нас будет. Значит, цилиндрик вот он здесь и фаланга последняя. Вот. И, например, цилиндрик один, второй и последняя фаланга тоже здесь. И скажем немножко в сторону. Тут чуть-чуть согнем. Вот так. Так, как-то низинчик, видите, так немножко изогнут. вот вот например тоже. вот 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 Все четыре цилиндрика согнуты, смотрят сюда, потом еще цилиндрики согнуты вот таким образом. И в ту сторону тоже. То есть вот так цилиндрик, потом рисовали вот так и потом туда пошел. Вот он, тень сделали, чтобы было понятно. Ну, может быть, может быть, смотрите. Так уже, когда пальцы немного так смотрят как бы на нас, да. Ну, сейчас вот я построение буду делать, поймете, о чем я говорю. Как бы пальцы в нашу сторону. То есть вот у нас большой палец, да. Он развернут в эту сторону. Вот еще один цилиндрик. И вот последняя фаланга. И, скажем, ну вот так, палец так сюда на нас будет идти. Вот один цилиндрик. Вот второй цилиндрик. И вот видите, как я рисую последнюю фалангу. Ну, вот не полностью на нас, но, может быть. Вот этот палец сюда смотрит, да. Хотя я хотел по-другому нарисовать. Ну, как бы, ну, хорошо, вот этот скетч. Сейчас нарисую по-другому. То есть вот идет цилиндр сюда, одна фаланга. Тут понятно, да, с цилиндриками. Пальчик так поднят вверх. Тут еще один цилиндрик. И смотрите, как фалангу рисую. Эту, да. То есть эти цилиндрики, как обычно, два. А вот эту фалангу вот так. Даже ногтик вот можно нарисовать. Видите, вот так нарисовал я эту фалангу. Вот. Потом цилиндрик и потом еще цилиндрик. Вот. И, например, дальше. Вот. Цилиндрик один, второй. И вот так. Дальше. Может быть, вниз. Вот так. Смотрим, где у нас крепятся вот эти цилиндрики, пальчики. И вот здесь вниз пошел, пошел мизинчик. Вот так вниз. И, может быть, ну, тут уже маленький он. Ну, то есть вот так у нас получается. Намазал. Вот это подтереть. Вот так. Продолжение следует... 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 так и так чуть-чуть конечно вот эта конструкция в ту сторону немножко должна быть развернута и тут вот отсюда идет то есть не так ровно оттуда как-то развернуто должно быть немножко нарисовал вот цилиндрик один цилиндрик второй и цилиндрик не цилиндрик, а последняя фаланга тут ногтик даже нарисуем и это у нас например карандаш то есть вот эта конструкция туда развернута вот так больше наверно ну хотя я уже вот обрисовываю теперь следующий пальчик он немножко как бы больше выдвинут и вот он здесь как бы вот последняя фаланга поддерживает карандаш на вот как я сейчас держу да может быть вот он он так больше выдвигается там вот один цилиндрик второй цилиндрик и третий и вот еще пальчик ну и мизинчик там вот так пускай вот лишнее уберу может быть вот это так довольно таки сложно но все же я попытался нарисовать не знаю насколько вы это поняли как я рисовал потому что еще один момент конечно же есть что каждый художник он имеет право как бы что ли видеть видеть как бы по своему конструкцию руки по своему да то есть то ли видеть пальчик как цилиндр то ли пальчики как может быть ну не цилиндр какие-то там геометрические типа как параллелепипеды такие да пальцы например основание такое же да палец вот нарисуем вот так не знаю может быть и вам так попроще один палец так последняя фаланга на указательный вот второй второй да ну тут уже тяжело как бы понять конструкцию да то есть пальчики вот так рисуется фаланги да такими такими параллелепипедами долговатыми и уже последняя фаланга все равно нужно вот эту форму выучить ну по другому никак ну можно сначала нарисовать вот так а потом уже ее как бы изменять уже вот рисовать как я здесь то есть как хотите можете таким вот макаром рисовать да можете цилиндрики можете параллелепипеды да рисовать то есть то что вы видите то что вам как бы легче да то что вам помогает рисовать в принципе это построение оно помогает помогает как бы рисовать ну и вот например цилиндрики я еще вот так может быть рисую и так на пальчики смотрим да так на пальчики смотрим да то есть я показал один из таких как бы то есть пальцы так приподняты мы на них так с торца как бы смо ну с торца да смотрим с торца вот так рисовал то есть сначала даже пальцы нарисовала потом остальную часть руки так ну еще относительно пальчика да строение пальца вот идем сюда ну и вот пальчик да если мы смотрим на руку сбоку так вот косточка здесь крепится пальчик тут уже большой палец пойдет да и вот наш пальчик здесь складочка у нас имеется да вот она вот одна фаланга вот вторая фаланга и вот собственно наш наш уже последняя фаланга да тут у нас ногтик вот и здесь вот такие складочки идут здесь вот такая складочка идет обычно здесь больше такая складочка вот так она выглядит то есть когда пальчик сгибается когда пальчик сгибается хорошо было бы так сверху нарисовать немножко сместим вот мы его так сгибаем пальчик то у нас здесь вот что получается иногда даже и эта часть тоже ну вот здесь больше ну вот здесь больше то есть вот сейчас более выразительно может быть ну то есть вот здесь когда распрямлено видно да вот эта складочка даже слишком может быть большой нарисовал тут поменьше и вот она так ладно что там может пластик ну вот вот такой такой у нас там такая складочка у нас вот фактически вот эти размеры практически одинаково одинаково можете даже взять и измерить ну приблизительно может быть в данном вот этот и вот этот размер одинаково вот этот чуть поменьше потому что полез изгибается да вот он полностью у нас скажем мы его вот так изгибаем здесь вот так складка идет вот так прямо тут складки то есть палец у нас полностью мы его вот так понятно да вот ну тут уже вот этот большой палец пошел вот следующий пальчик побольше уже да выдвигается если так то есть это ну палец полностью согнули вот так ну вот например нарисуем вот наши пальчики вот большой палец сейчас рисуем вот одна косточка вторая косточка и последняя фаланга последняя фаланга так и вот вот это указательный пальчик вот вот это складочка первое вот помните вот суставчик потом под суставчиком складочка идет и потом вот фаланга одна вторая фаланга и вот последняя здесь фаланга вот так вот 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 сбоку и сразу показал как здесь пальчики да вот здесь рисовал не сгибается вот это завершение что хочу сказать хочу сказать что нужно рисовать во первых много много рисовать нужно много срисовывать при этом нужно стараться понять как там в данном данном положении каком-то конкретном вот такое положение такое положение руки или такое как там уложены наши там цилиндрики вот наши пальчики на как мы рисовали вот как там это пролепипет либо что у нас там призма вот стараться это понять когда перерисовываем потом уже когда у нас наберется знание в голове относительно этих всех призмачек там и относительно цилиндри когда все это мы уже сможем сами рисовать чем больше мы рисуем чем больше мы перерисовываем мы больше знаний будем иметь и натренируем нашу руку в интернете очень много фотографий очень много разных позиций руки я здесь только некоторые показал с одной стороны вот да с другой стороны мы там рисовали вот с вами в этом уроке в этом занятии вот но нужно нужно побольше побольше вот таких зарисовок может быть какая-то конкретная позиция на но поза но не поза так как положение руки да какая то вам не получается то особо особенно ей нужно определить больше внимания также выбирайте для себя что для вас лучше цилиндрики или вот как здесь такие параллелепипеды вот рисуйте много рисуйте срисовывайте много и также старайтесь рисовать с головы после того какую много порисовали срисовывая вот но смотрите не просто срисовывая чтобы потом рисовать с головы нужно когда срисовываете стараться понять конструкцию до конструкцию выучить пропорции как мы в первом занятии с вами изучали да вот и уже потом вы сможете рисовать рисовать с головы смотрите если если вы хотите какую-то может быть ну не нашли да ну не знаю может быть там как рука чашку держит как рука там не знаю что делает ну в какой-то вот определенной позиции рука не нашли возьмите сфотографируйте свою руку сфотографируйте может быть руку кого-то из своих родственников на фотоаппарат может быть на телефон и тоже срисовываете на учитесь если вы не нашли фотографию референс какой-то ну в такой конкретной позиции которая вам нужна которую вы на но хотите научиться рисовать например если просто вы рисуете человека да и вам нужно просто чтобы вот рядом вот рука просто расслаблена была либо в кулак сжата либо вот такой позиции на просто просто тоже нужно как бы на тренироваться на тренироваться да вот я иногда когда рисую человека просто вот вот такую вот зарисовочку вот рука висит и все и больше ничего не нужно рисовать быстренько быстренько и вот так учиться учитесь рисовать тоже как бы уже по контурах понимая уже конструкцию понимая пропорции какой пальчик должен быть больше какой меньше вот просто вот так рисуйте просто рисуйте рисуйте вот таким образом до уже как бы и без построения может быть вот так пальчик да вот рука и без построения Вот в такой быстрой манере Старайтесь тоже рисовать То есть я это не срисовываю Я это все рисую как бы с головы Вот И вы тоже можете это делать Тоже можете делать Ну не знаю, вот так может быть То есть вы Можете Рисовать И таким образом Видите, без построения Когда я это рисую У меня уже информация в голове Что здесь у нас есть Параллелепипед Здесь у нас цилиндрики Вот цилиндрики есть Но я уже эти цилиндрики не вырисовываю Я сразу рисую руку Вот, это как бы следующий этап Следующий этап Вы можете сразу все стараться рисовать И с построением, и без построения Один совет Больше, чем больше вы рисуете Тем больше у вас будет успеха Чем вы скорее научитесь рисовать Вот Если вы там очень редко рисуете То ничего не получится Срисовывайте много Изучайте Изучайте Кисть руки По фотографиях Просто даже свою руку Изучайте пропорции Вот И много-много рисуйте Вот И старайтесь рисовать Так же Так же С головы Да С головы В какой-то там Вот я сейчас Рисую Какую-то коряжечку Не знаю Вот так может быть Тут Мизинчик Вот так Вот Рисую Чего-то Вот Рука такая Да Понятно Да Как пальчики идут То есть я построение Не делал Просто Вот так Как бы Насколько У меня уже информация В голове Есть Я Я стараюсь Уже Может быть Вот так Уже Как бы Даже без построения Сразу стараться Нарисовать руку Да Это тоже Хороший Как бы Следующий шаг После того Как вы уже изучите Немножко Анатомию Пропорции И конструкцию Вы уже можете Вот Сразу брать И вот таким образом Рисовать Сразу Вот Сразу Без построения Да Сразу пытаться Нарисовать Хорошо Рисуйте Успехов вам Вот И я думаю Что у вас Все получится Пока Пока Продолжение следует